Что мы привозим из путешествий с авито? Кэшбэк бонусами на следующую поездку. Авито путешествия. Все пройдет, как забронировано, и с кэшбэком бонусами. Если честно, я и строить это не совсем совместимые вещи, но именно сегодня мы построим бокс-модуль в машину, точнее мы его будем усовершенствовать и немножко даже перестраивать. Поэтому сегодня такой технический контент, который, думаю, очень многим будет полезен. Лайки нажимайте, комментарии пишите. Погнали! Начать стоит с того, что у нас машина мультивэн. Когда мы ее купили, мы ее начали доукомплектовывать нужными предметами для путешествий. Поставили бокс на крышу, сделали трубу-бак на крышу, и для удобства на скорую руку, пока отдыхали на Волге, построили кухонный модуль. Он же органайзер в багажник, он же часть кровати. Это очень нужная вещь в путешествии. С этим модулем мы проехали несколько стран и огромное количество километров. И в этих путешествиях мы поняли, что его нужно доусовершенствовать. Начнем. Задача у меня сейчас не из простых. Получается, хотим что мы сделать? Усовершенствовать модуль. Я хочу, чтобы холодильник выезжал, чтобы вот этот вот бокс вставал на это место. Здесь, чтобы тоже выезжал ящик. Этот мы все оставляем. Отсюда будет выезжать дополнительный, получается, ящик. На нем будет установлена газовая плитка с подключением к газовому баллону. Газовый баллон будет здесь. Посуда вся переместится вот в этот ящик 25 сантиметров высотой. Это достаточно, но неплохо. И здесь, получается, с этой стороны будет какая-то полка. Пока думаю, как ее сделать. Для вот такой вот пластиковой раковины. Соответственно, у нас на той стороне труба. Вот так вот вешается. Но вот опять, как это сейчас все реализовать, пока не знаю. Буду пробовать. Он снял все размеры. Фух, это мы еще, кстати, с кроватями думаем. Как нам сделать так, чтобы у нас было 4 кровати. Но пока все думаем. Ну что же, едем в Леруа. Белкам. Вот это берем с собой. Точно пригодится. Раньше здесь была фанера. 60 на 120 прям готовая. Сантиметровая. Теперь ее нет. Обидно. Из чего вот у меня верх сделан. Есть фанера вот такими листами уже. Типа почти готовая. Либо брать большими кусками. Я думаю, что мне понадобится 6 миллиметров. Так, потом я думаю, что нам нужно обязательно 12. Это на боковые стенки, на холодильник. И вот такая десятка. Это на дно. Вернулся я до машины. Еще раз все контрольно измерить. Смысл в том, что в Леруа есть не все. Например, мне очень нужны вот такие вот штуки. Вот эти направляющие. И они должны быть здоровенные. И минимум, наверное, 600 миллиметров, чтобы холодильник полностью вытягивался. То есть вот здесь вот будет полка под холодильник. И нужно обязательно, чтобы он выезжал полностью. А в Леруа максимальные такие длиной 550. Значит, надо где-то будет заказывать и уже доустанавливать. Сейчас контрольно сниму все еще раз размеры, чтобы нигде не промазать. Крышки вот такой у них нету. Поэтому нужно будет нарезать там ее сразу. Ну, а дальше уже посмотрим. Какой-то мега крутой геморрой у меня получается. Решил, что надо вот эту столешницу убирать. До самого максимума ее делать. И с этой стороны аналогично. То есть это плюс 5-6 сантиметров. Меняем столешницу. Новые размеры я сделал. Ящик сдвигается. И делаем сразу полку под холодильник. Как только это построим, можно будет двигаться дальше. Идем в Леруа. Будем сейчас вот эти детали резать. Решил взять сначала вот такие листы. Десятку и двенадцатую. Сейчас их нарежем под дно и опору холодильника. Ну, а там дальше решим. Вот они услуги. Нарезку. Вот так это происходит. Удобно. Из этих двух листов получается делать вот этот кусок, вот этот и вот эти четыре. Все готово. Все напилили. Теперь надо собрать эти основные элементы. Ну и дальше возвращаться. Так, смотрите. Очень интересно просчитать мне потом себестоимость модуля. Получится. Вот смотрите, что по цене получилось. Ну, в принципе, и недорого, учитывая, что вообще не заморачивался с резкой. Главное, чтобы все четко сейчас по размерам получилось. Ну что, продолжаем. Ну и что с этим делать? Надо все вытаскивать. Откручивать. Раз, два. Раз, два точно. Этого не надо. Ну и крепить новое дно и новый верх. Ну и что, погнали. Старый верх, под что-то другое пустим. Что получается у нас? Вот так вот прижимаем к этой стенке. И аналогично с этой стороны прижимаем к этой стенке. Вывод на 12 вольт. Здесь еще стоит вот это вот отопление. Я думаю, что здесь нужно будет просверлить разные дырки для охлаждения вентилятора. Вот на этих моментах самое главное не ошибиться. Сейчас будем пробовать. У меня еще с того раза есть специальное сверло для евриков. То есть оно сделано специально вот под это конусообразный шикс. Вот так вот, вот так мы должны просверлить. Сейчас сначала прикрепим вот эту сторону. Потом отметим здесь каким-то образом. Ну и потом зафиналим уже этой стороной. Сейчас попробуем закрутить. Надеюсь, у нас все действительно четко. Шурик сел. Вот, ребята, для чего нужны такие станции. Включил себе розеточку. Включил зарядочку. И все. И заряжаем. Ну что же, друзья, можете поздравить. Первая сторона готова. Переходим либо к этой, либо к этой. Кому интересно, да, кто будет попытаться делать такой же модуль в свою машину. По центру самое сложное. Если здесь все понятно, мы здесь уже нарисовали, да, где мы будем засверливаться, то в центре непонятно. Выводим. Все это дело вот так вот по уголку. Отмечаем карандашом. Проводим прямую линию. Дальше сейчас снова разбираем, чтобы снять размеры. На каком расстоянии у нас там уже просверлено. И вот, собственно, снимаем размеры. Первая у нас 4. Все, метки сделаны. Теперь все снова здесь собираем и засверливаем эту сторону. Есть, конечно, момент переживания, что сейчас будет неровно. Но еще посмотрим. Ну, хочу сказать, что получается вроде очень даже супер. Ладно, прикручиваем эту сторону и будем дальше дно. Ну, что тут скажешь, ребята? Самое время нажать на палец вверх и меня подержать лайкосиком. Получается супер. Так, я сначала подумал, что сразу поставлю вот эту перегородку. Здесь будет холодильник, да, здесь пока простор. А потом понял, что нет, надо сначала прикрепить дно. Когда придут вот эти вот штуки, потом мы их четко все замерить, а не на глаз. Вот, поэтому дожидаемся сначала этих рельсов, а потом уже будем ставить перегородку. А пока будем сейчас дно ставить и делать этот ящик подвижной. Вот это я лоханулся. Я размеры снимал по вот этой части, а тут видите, такой изгиб идет, что с этой стороны, что вот с этой стороны. Вот если вот так смотреть, видите, соответственно, здесь-то 122, а здесь 127. Теперь придется вручную отпиливать. Жесть, конечно, ну а что делать? Вот уже отметил. Короче, вот этот кусок лишний. Не зря же говорят, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Вот так вот лоханулся немножко, ну ладно. Дубль-два, кадр один. На этот раз все встает все четко, ничего не загибается. Переворачиваем и прикрепляем дно. А вот дно я не буду ставить новую фанеру, я ставлю старую фанеру, чтобы ту не пилить. Со старой крышкой немножко все проще, потому что здесь уже есть отверстие под саморезы. И мне нужно только ровненько просверлить новые дырки вот в этой фанере. Ну вот такая крутизна у нас получается. Хопа, хопа. Шикарно. Розетка. Там еще есть небольшое пространство, наверное, там баки воды будут, потому что у нас все необходимое стоит четко на этой платформе. Теперь задача собрать ящик для холодильника. Получается, он будет вот так вот выглядеть. Здесь, здесь. Вот здесь. И вот здесь. Вот так будет выглядеть. Сейчас засверливаем. Отмечаем. Единственное, что вот тут вот я снял неправильно размеры. Видите, оно не заподлицо, а должно быть заподлицо. Так, ну ладно, это в принципе ничего страшного. Главное, чтобы основание было, и чтобы сюда встал холодильник. Слушайте, ну у меня получилось прикрутить, просверлить первую дырку. Все закрепил. Сейчас теперь здесь. И здесь единственное, что здесь я попал в сучок и немножко помучался. Видимо, сверло уже затупилось. Так, пробуем примерить. Как четко. Ну вот тут я вообще в размере не ошибся, конечно. Вообще не болтается. Далее. Вот это ништяк. Все, делаем задние спинки. Слушайте, ну мне кажется супер. В общем, получается вот этот ящик весь будет выдвигаться. Единственное, что меня смущает, что сюда еще должен подключаться провод. Учитывая, что вот этот ящик мы строили на природе, на Волге, не хватило материала. И собрали как было. В общем, сейчас нужно сделать сюда подпорку для того, чтобы было крепление рельсы. И отсюда будет, короче, еще один ящик выезжать. Вот так вот. Поэтому нужно обязательно закрепить здесь эту часть. И вот эти, кстати, тоже буду менять на здоровый, чтобы полностью выкатывалось. Вот с этой стороны, значит, мы будем ставить два деревянных чопика. А с этой стороны уже притягивать саморезом. Ну вот, вот такая конструкция у нас получилась. То есть она будет спокойно держать вот этот шарнирчик. В принципе, ну, проверим чуть позже. Бывает еще вот такое. Видите? Ну, это, когда начинал только делать, да, неправильно. Дальше, видите, два винта, потому что неудобно. Видите, как вышел здесь. Вот его надо будет снимать, потому что здесь будет этот механизм, короче, тоже для ящика. Ну, вот перегородка. Смотрится, конечно, уже круто. Очередной промежуточный результат. Все, вот это закреплено. Сюда встают рельсы. И сейчас будем строить вот этот маленький шкафчик, который будет выкатываться. Нет, на помощь Мирошка пришел, да, сынок? Так, а тем временем вот еще один шкафчик почти готов. Он будет вот так вот сюда. Папи! Ай, да. Задвигаться и выдвигаться. Здесь будет всякая посуда, ну, или что-нибудь еще. В общем, если этот ящик стоит, то вот этот сюда не заходит. Опять я немножко промазал с размером. Надо отсюда убирать, отрезать сантиметр примерно. И, в принципе, тогда все будет входить. Ну, так, по максимуму, самая высокая наша посуда. Так, в общем, меняем немножко конструкцию. Крышка будет закрываться вовнутрь. Это сейчас аккуратненько спилю. Ну, это ручка. Очень важная новость. Мы же тут пока отдыхали, праздновали праздники. Пришли мои вот эти вот направляющие. Поэтому прямо сейчас иду, забираю и будем пробовать установить. Если все нормально, все подходит, то я закажу еще такие же направляющие на все ящики. Ну, длина то, что надо. Ну, что же, мы снова у машины. Так, сейчас будем ставить. Ну, смысл в том, что нужно поставить их вот сюда. И надо это сделать максимально так, чтобы они полностью, ну, чтобы холодильник полностью вытаскивался. Потому что крышка, чтобы не мешала. Но еще получится. Если вот они вот так будут стоять, значит, холодильник выкатится полностью, крышка откроется. Сейчас попробуем, если закроем, собьет ли направляющий. Так, о, ничего. В общем, я думаю так, что нужно сейчас поставить направляющий на заводское место. Посмотреть, как будет выкатываться холодильник. Если нет, то просто переставим тогда вот так. Так, все прикручено. Надеюсь, все правильно. Как вы уже могли заметить, у меня с первого раза ни хрена не получается. Сейчас будем пробовать вставлять. Опа. Так. Пробуем выкатывать. Опа. Так, закатываем. Слушайте, ну я в таком шоке, что у меня получилось это сделать. Смотрите. Просто берешь вот так вот, выкатываешь. Здесь мы просто ручку пристегнем, и будет прям удобно. Вот так вот, хоп. Вот так вот, смотрите. Опа. Все, и все стоит. Открываешь. Супер. Ну, вообще нормально. Я даже такого эффекта не ожидал, если честно, что будет вот именно так офигенно. Все с доводчиками, естественно, крышка с доводчиками. Сам этот хоп. Мне кажется, супер. Все. Теперь такие же механизмы будем заказывать сюда и сюда. И, кстати, на низ тоже обновим. Раз, два, три. Три доводчика еще заказываем. Наши организмы уже вообще отвыкли от такого, что погода пляшет 23. Вот в этом выпуске ночью минус 3. Это просто что-то невероятное. Как так можно? Так, ладно, едем в Леруа. Нам нужно нарезать 4 деревяшки, 4 фанерки. И, в принципе, забрать рельсы. Так, классно. Так, нам надо сразу идти в отдел фанеры. И потом сразу нарезку. Будем, Мирошка, резать фанеру с тобой. О, инструменты. Мирош, говори, какую возьмем. Давай, показывай. Вот эту? Это слишком толстая, сынок. Все взяли. Как всегда, записки сумасшедшего. Едем в очередной раз нарезку. Нам хватило одной фанерки. Эту вернули. Идем веревку выбирать. Долго думали, в какой цвет красить. Сначала думали в серый. А потом все-таки решили, что надо просто взять пропитку. И вот в такой цвет покрасить ящик. Точнее, пропитать. Ну что же, продолжаем. Ну и первым делом теперь надо снова освободить весь багажник. Кстати, по ценам, да, снова вышло на 2,500. Для начала будем строить центральный ящик. Точнее, его доделывать. Он у нас уже почти готов, насколько вы помните. Осталось примерить боковушки. Это у нас крыша. Пока не нужна. Боковушки это... Вот они, по ходу дела. Приступаем к сверлению. Первая сторона готова. Все здесь так же закрепил. Там на 3 еврика. Сейчас будем ставить вторую. Все батареи от шуриков заряжаются, потому что сверление высасывает аккумуляторы очень быстро. Осталось 2 штуки, и будет центральный готов. Но пока вручную. Так, ящик готов. Все закреплено. Можно даже было центральный и не ставить еврики, потому что держится конструкция люто. Классно, что фанера уже шлифована. Никаких не занозок, ничего не будет. Это потрясающе. Так, теперь фурнитура. Взяла вот такие гидролифты, подъемные механизмы. Вроде вот их можно установить, чтобы крышка открывалась не 90 градусов, а чуть на склон. Вот так получается, да? Ну вот, я хочу, чтобы было 100 градусов. Ну и, естественно, в комплекте вся фурнитура идет. Вот у нас крышка. Хе-хе-хе. Только что-то крышечка-то у нас в размерчик-то не попала. Придется опять ножовкой работать и срезать вот эти вот 2 миллиметра. Блин. На крышке отмеряем 80 миллиметров. Ставим. Здесь получается 250. Даже и не знаю. Вроде правильно, но сейчас посмотрим, сейчас установим. И тогда будет точно понятно, правильно или нет. Что-то я жестко затупил. Сюда же нужно было тоже петли купить. Как же оно держаться-то будет? Либо устанавливать 2 вот этих штуки. Ладно, попозже схожу куплю дополнительные петли. Приступаем ко второму ящику. Вот самое сложное начинать собирать ящик, когда у тебя нету никаких креплений. Вот просто на весу кое-как в одного мучаешься. Это, конечно, так себе. Ну, он чуть-чуть вылез. Ну ладно. Из листа, которое планировалось для дна, мы делаем основание этого ящика и крышку. Так пару раз отпилишь и подумаешь, а крышка-то вообще нужна? Это, короче, самое сложное в постройке, это пилить фанеру. Идеально. Все отмечено. Засверливаемся. Вот такая неприятность. Сломалось сверло. А второго такого нету. Блин. Ну, потрясающе. Мне пришли три рельсами. Это на все оставшиеся шкафы. Сейчас будем устанавливать. Единственное, надо сверло купить. И петли. Ну что же, петли куплены. Вот такие сейчас будем прикреплять. Сверло единственное купил. Но я так понял, что вот оно отсюда выкручивается. Можно поставить какое-нибудь другое. Сейчас разберемся. Ну и механизмы забрал. Сейчас тоже их поменяем сразу. Вот на вот этом большом ящике. Я, кстати, отремонтировал сверло. Оказывается, оно выкручивается. И вставляется новое. Правда, это по металлу. Все, посмотрим. Сейчас будем менять. Ух ты, направляющие. Саморез, когда закручиваешь, панира лопается. Надо сначала засверливать каким-нибудь маленьким сверлом. Мучаюсь я прям с этим ящиком. У меня ничего не попадает вровень. Саморезы оказались длинные. Немножко вон прошили. Ну здесь ладно, этим ножовочкой сделаю. Сейчас теперь нужно под петли дополнительно вырезать и углубить их. Из веревки нарезаю ручки. Такие вот будут на каждом ящике веревочки. Классно, что места не будут занимать. Ну вот, смотрите, промежуточный результат. Так затолкнул, за ручку взял, вытянул. Ну супер. С этой стороны вот просто узлы. Ну вот, что я хотел сделать. В принципе, примерил, все проваливается. Крепим, смотрим. Ну что-то типа. Правда, что-то вот это опять ушло. Да ёпара стопя. Ну что же, идем продолжать. Я уже, если честно, даже запутался, какой день я в этой стройке. У меня недавно появился мультитул. Здесь есть очень важная штука. Вот такая, шик. Ножовочка. Она нам понадобится зачистить вот эти вот косяки. Сегодня вообще мало чего успеем сделать. Начнем сразу с тяжелого. Это будем ставить механизм. Я вот уже метки сделал. Вот этот ящик. Поставим сейчас рельсы. Попробуем закрывать. Ну, в целом, неплохо. О! Открывается. Достается. Убирается, закрывается и задвигается. Теперь контрольно фиксируем на как можно больше саморезов. Ну, хотя бы по 4 штуки. Готово. Занимаясь последним ящиком, прикрутил направляющую. В итоге прикрепил вторую. И понял, что это будет полная фигня. Потому что будет вот так вот. Соответственно, газовый баллон потом не достать никак будет. И понял, что нужно крепить вот так на самый верх. Тогда будет и смотреться нормально. Переделываем. И отсюда все снимаем и наверх крепим. Короче, вылезла еще одна проблема. Что вот здесь крепить не за что. В любом случае. Это либо нужно полностью переделывать вот эту штуку. Низ. Вот так вот вырезать. Так. Решение какое. Выпилил фанерку. Ну и, собственно, сюда вкрутятся саморезы. И вот так вот она сейчас встанет. Соответственно, ящик можно будет вот этот вытащить. И баллон газовый тоже. Демонтировал эту перегородку. Поставил эту. Но еще не закрепил. Ну, колхозненько, конечно, смотрится. Но зато будет все держаться. Потом по возможности, если будет настроение, я полностью переделываю вот эту штуку. Сделаю сплошную. И тогда будет еще лучше. Носенка вон пришла. Смотрите, насколько в Москве холодно. В шапке. Харясь. Да. Папа, мёни делят. Харясь только надо все-таки поприличнее все. Ну, понятное дело, что обновимся. Если здесь посудка подъедет новая. Дальше, смотрите, вот ящик выдвигается. Можно его вытащить. Можно, например, вытащить только вот этот вот ящик. Это все покрасится. Либо вообще полностью вот так вот еще вытянуть сюда. Снеженькая, конечно, шикарно выглядит. Поэтому коричневый цвет нам удачно, что мы взяли. Ну и холодильник, соответственно, тоже не покатывается. Ну, холодильник, это моя боль была, что тягать, конечно. А сейчас вот раз. Могу я? Да, конечно, конечно. Чуть до конца. Ну, шикарно. День не пойми какой. Сейчас нужно здесь все убрать, убраться. Все освободить, разобрать. Вот где нужно пройтись. Зашкурить. Но вот это я уже сделал здесь. И все, и финальная часть красим. Из машины мы занесли свою посуду, чтобы привести все в порядок. Намыть, натереть, начистить, перебрать. Думать, что нам нужно докупить. Для комфорта и красоты. Вот. В общем, этот сезон будет совершенно другой. Этот сезон будет приличней. Чуть-чуть поприличней. Очередной день нашей стройки. Но сегодня лютейший холод просто. Чтоб вы знали, что такое май. Это снег. Вот это жесть. Как это случилось, непонятно. Вчера надо было покрасить. У нас не получилось. Поэтому сегодня нужно обязательно покрасить. Даже снежинка вон моргает, представляете? Гололед. В общем, план следующий. Мы сейчас закинем этот модуль просто в кузов газели. И там будем красить. А что делать? Там потеплее, не так ветрено. Надеюсь, получится. Сейчас мы быстренько модуль перетаскиваем. Ну, как перетаскиваем? Его надо, конечно, подразобрать. Ящички все снять. И только после этого уже красить. Все готово. Вызвали красильщика. Давай, Настенка, я-то пошел. В самую холодную погоду, блин. Всегда. Настенка очень рада такому событию. Безумно. Не, ну где мы с тобой еще так можем время провести? В своем месте. Да. За 10 лет впервые. Давай, не разговаривай. Крась. Свидание, которое я заслужила. Небольшой промежуточный наш результат. Вот так было, стало. Прям прикольненько смотрится. Ну ладно, сейчас все докрасим, уже по факту покажем, как будет. Мы закончили все, все покрасочные работы. Все уже просохло. Дали где-то, не знаю, часа, наверное, 4, чтобы это дело все подсохло. Сейчас уже будем устанавливать в кузов. Вот такая красота у нас получилась. Идем ставить. Вот. И можно тоже. Все. Установили. Смотрите, какая красота получилась. Вот такой вот цвет. Коричневое дерево. Выглядит прям офигенно. Вот гораздо лучше, чем фанера. Хорошо, что не стали мы делать серый цвет. Как-то вот этот цвет прям шикарный. Мы также еще покрасили эту штуковину для ложек, вилок. Это будет у нас где-то здесь стоять. Ну и сразу благовременно это под раковину. Пока как крепить я ее не придумал. Возможно, будет вот так. Но это не точно. Поэтому пусть пока лежит. Получается, сверху у нас, как и было видно до этого, ложится просто наш матрас. Ну и получается, на финише история выглядит вот так. А нет, знаете, что надо сделать? Еще сюда постель переложить. Вообще никак. Вот теперь точно все. Вот такая красота получилась. Ящики мы тоже прокрасили все с внутренней стороны. Все-все. Раздвигается. Выдвигается. Но шикарно же. И туда будет установлен газовый баллон. Со шлангом. Во. Как вам такой технический выпуск? Пишите в комментариях. Надеюсь, кому-то из вас пригодится моя мастерская. В общем, жду вас в комментариях. Давайте обсудим. Либо, может быть, другим взглядом посмотрите. И напишите, что можно в нем еще до улучшить. Конечно, будет интересно почитать. А вообще, конечно, это идея, которой я делился в Телеграм-канале. Я бы очень хотел какое-то такое мини-производство, чтобы под заказ в машины делать вот такие конструкции для путешествий. Самое то. А будешь моим первым клиентом? Да, говорит, будет. Все, отлично. Если у вас есть производство, и вы не знаете, что создавать, давайте вместе объединимся и будем делать такие вот штуковины. И будем путешествовать. Вот. Продолжение следует...